если сложить их вместе получается примерно вот одна треть населения много или мало конечно но 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 мы тут выделяем тоже три слоя в этой группе мы выделяем три слоя если посмотреть то некоторые вопросы могут быть решены достаточно в общем то если посмотреть например вот верхняя группа средний душевой доход между бюджетом прожиточного минимум установить на потребительском бюджет плохие жилищные условия то есть от 7 до 18 квадратных метров это верхний слой вот это верхняя группа вот этого слоя несколько обеспеченного населения она основная здесь 20 процентов знаю нас не больше всего проблем но есть и менее многочисленные группы в этом слое поэтому искать надо просто смотреть анализе дальше слой обеспеченный ниже среднего уровня 37 процентов еще 37 процентов 30 грн ниже среднего уровня вместе получается может больше двух предметов 2 3 населения прошли какой средний слой средний слой по по этим критериям 19 процентов населения в россии средний слой с доходами больше 30 и больше 7 бюджетов прожиточного минимума на человека в семье и жилищными условиями больше 30 квадратных метров соответствующим качеством усилия высоко обеспеченные 12 процентов аналогично были построены не благоприятный вариант социальной структуры он получился совсем другой еще более плохой чем благоприятный здесь 16 процентов получилось бедных 55 низко обеспеченных 23 ниже средней обеспеченности только 4 процента средних и только меньше одного процента высоко обеспеченных значит была построена реальная структура я вас не буду загружать много я покажу итоговые варианты вот посмотрите на эту табличку это вариантная структура российского общества по критериям доходов по материального достатка по критериям доходов и жилищных измерений значит благоприятный вариант я вам его подробно рассмотрел неблагоприятный вариант он более плохой теперь реальный вариант но потом посмотрите там кто будет копаться в этих слайдах как мы то сказать не снили от опущения дополнительных и получить реальный вариант реальный вариант такой 2008 году 16 процентов были бедными по доходам и sleʻо 30 ост Boyce 10ки 10 лет и 3 процентов обеспеченных ниже среднего уровняela 14 прошла до примерно целинарие излишек 2 процента высоко обеспеченным а дальше возникает там от вас окч아서 стремится к чему стремится возникает вопрос и вот мы построили некий некий идеальный вариант социальной структуры общества по органы материально достатку на программы как бы его построили на вас мы строим общество рыночной экономики так будем говорить капиталистическое общество находится в стадии формирования развитой капиталистической экономики то мы должны посмотреть как в развитых капиталистических странах какая сформировалась структура общества по критерию материальной данным слышали кто-то с к знакомы но ты след не проводил сопоставительность есть такое понятие на общество двух третей во что двух третей это общество в в котором две трети населения принадлежат к среднему условию. Так вот, если теперь взять за основу вот этот идеальный вариант и посмотреть, где 60% там среднеобеспеченных, то 20% ниже среднеобеспеченных, это будут обеспечены ниже среднего уровня, или можно их назвать относительно бедными, относительно средних, мы знаем, что такое относительная бедность. Бедность это когда считается лишением основных наиболее распространенных потребов. Удовлетворение, лишие возможности, которые создают преграды для удовлетворения наиболее распространенных потребностей. Вот в Соединенных Штатах есть так называемый бюджет гейлера, они строят. Что это такое? Когда корзину наполняют теми товарами и услугами потребительствами, которые потребляют больше 50% населения. Они оплачивают население и смотрят, что попадает в холодильник больше, чем 50% семей, они включают его, значит, в этот бюджет. А вот где меньше процентов, значит, они это не включают. Это бюджетное и более распространенное употребление. Так вот, те 20%, которые обеспечены ниже среднего уровня, это вот относительно бедные, дальше высокообеспеченные, которые имеют, 20%, которые имеют в материальном условии жизни выше средней обеспеченности. Вот 100% населения. Конечно, ни в одной развитости, капиталистической стране такой вот идеальной структуры нет. Это некая, так сказать, модель. А наша задача науки смоделировать нечто. Сделать некую прогностическую оценку и посмотреть, как это прогностическое оценки. Только теперь давайте вернемся к тому, как реальные российские условия соответствуют это прогностическое оценку. Мы видим, что в России 16% бедных, там, где должен быть ноль, еще себе позволить, обеспечить, больше, как будем говорить. Тот средний слой, к которому надо стремиться, 60%, он у нас 13%, примерно 14%, а высоко доходных, которых надо будет 20%, у нас примерно 2%. Какие задачи ставят перед собой государственные власти Российской Федерации? У нас есть программа развития КДР, это называется, концепция досрочного развития до 2020 года. Сейчас она модифицируется, я в частности вхожу в одну из групп экспертных, которые работают на разделах бедности и неравенства. В этой концепции, которая сегодня утверждена, поставлена задача довести численность среднего слоя до 50% в 2020 году. Я, как ученый, задаю все вопросы, а по каким критериям, которые четко не были определены в этой программе? И если мы применим наши критерии, которые мы сегодня получили, у нас 13% в стартном условии, и надо их довести до 50% за оставшиеся 8 лет. Можно это сделать? При тех трендах, которые сложились за последние данные 8 лет, это сделать невозможно. Поэтому тот, кто будет копаться в моих данных более вот здесь внимательно, мы сравнили 4-й год и 8-й год. Что изменилось за эти 4 года этих социальных слоев? Потому что наиболее сложно изменить не доходы, а жилищная обеспеченность. Несмотря на то, что у нас есть национальный проект жилища, не удается перевалить ситуацию жилищной обеспеченности. Одним словом, задача перехода к обществу более высокого качества жизни для нашей страны является очень актуальной, очень сложной. Мы еще залегли для того, чтобы двигаться вот в той модели общества двух третей. Спасибо. Вот здесь коммуникации, можете кому-то интересную пометить, чтобы можно было выйти на сайт Российского центра уровня жизни и посмотреть ту информацию, которую там... Ну, я хочу знать. Ну, раньше мы хорошие связи имели, нечистосоруги, потом всякое, остальное академическое институт, но сейчас жарко, что у нас нет такой связи. Но я хочу знать, вот результаты как, вот все представляют, какая реальность со стороны государства, вот это огромное нам это сделает, дает рекомендации. Ну, результат этому что-нибудь они принимают государство, ну, вот так сказать, оббрасывает туда и результаты нет. Что наш труд, ученый, совершенно не бесполезный. Но совершенно не бесполезный. У меня есть, у меня есть, Маша задача, дорога селька проводить исследование, давать возможность знакомиться с этим населением, надо работать не только на власть, но и публиковаться, делать доступным свои результаты. Вот, вот это формирует общественное сознание людей, и в конечном итоге люди с отворенным общественным сознанием выбирают потом эту власть, они с определенным образом реагируют и оценивают те изменения, повысили там пенсию на, там, на 100 манат, а много-то или мало? Если у человека нет критериев, ну, каждому есть критерий от жизни, значит, еще и есть критерий, что такое хорошо, что такое пол. Вот эти всякие, ну, ладно, не будем о революции, значит, вот это первое, это просветительская работа. Второе, правительство ведь тоже следит. Но для этого надо его вооружать, направляйте записки, посылайте ваши журналы. Вот мы, например, посылаем на журнал, ну, кроме того, что мы там выступаем, вот общаемся, мы еще и посылаем на журнал в библиотеку президента. Я думаю, что будут еще продолжены это научное сотрудничество. Спасибо огромное за ваш основательный научный доклад, за ваши научные разработки. Мы здесь хорошенько вас послушали, отсюда вытекают у меня два основных вопроса. Какова тенденция снижения бедности у вас в республике за последние годы? И какие меры на государственном уровне принимаются по повышению социального уровня жизни в Российской Федерации? Спасибо. Если исследовать тем критериям, которыми руководствуется правительство при оценке бедности, а руководствуется критерием доли населения с доходами нижепрожиточного минимума. Я вам уже сказал, что это недостаточные критерии. Но вот если руководствоваться теми критериями, которыми на практике руководствуются, у нас довольно значительные позитивные тенденции. Вот период с 2000 до 2008 года до начала финансового бизнеса. 2000 и 2008 годы это были годы экономического роста, быстрого экономического роста в России. И результаты этого экономического роста сказались на улучшении жизни всех социальных слоев. У нас бедность за эти годы по доходам сократилась примерно за 8 лет примерно в 2 раза. 2 раза. По доходам. Я вышел на 13%, а начинается где-то примерно с 26% в 2020. Но наряду с этим за эти же 8 лет значительно выросло экономическое неравиство. То есть результаты экономического роста в недостаточной мере попали в результате политики доходов, ориентированной на, это я так говорю, а не государственной власти, это я так говорю. В результате политики доходов ориентированной на интересы.